В 2019 году ребята из студии журналистики Дворца творчества школьников получили возможность, благодаря компании Кастинг, принять участие в международном кинофестивале «Десятая муза в Санкт-Петербурге». В этом году ребята снова приняли участие в кинофестивале, но если в прошлом документальные фильмы создавались непосредственно в Петербурге, то в этом они участвовали в фестивале дистанционно, создавая работы, находясь каждый у себя дома. В 2019 студия привезла из Петербурга несколько призовых мест, самыми знаковыми стали победа в номинации «Документальное кино». Третье место занял фильм «Счастливый, известный, бездомный». Находясь в незнакомом городе, ребята отыскали городскую легенду Петербурга, бездомного экскурсовода Вячеслава Романовича Расснера и сняли о нем документальный короткометражный фильм. А первое место в этой же номинации занял фильм «Рассказы из шести слов» по мотивам знаменитого спора Эрнеста Хемингуэя. Ребятам удалось в этом фильме показать портреты петербуржцев и рассказать о каждом в шести словах, а напоследок предложить зрителю написать свой рассказ из шести слов. Победив в прошлом году, команда вернулась в Каменогорск и в том же составе начала готовиться к следующему году в рамках образовательного проекта студии «Документалистика». Они исследовали жанры документального кино, собирали идеи, учились у лучших документалистов, фиксируя их художественные приемы. Параллельно делали проект экскурсии по Дворцу Творчества и рассказы о студиях любимого дворца. Ребята готовились и очень переживали, что победа в Петербурге была случайностью и показать тот же результат они не смогут. Компания «Косценг» подарила студии профессиональное оборудование, а также создала возможность для обучения у профессионалов своего дела. Настал 20-й год и стало понятно, что команда никуда не поедет. Но появилась возможность принять участие в фестивале уже дистанционно. И снова победа. На этот раз не только в основной номинации, но и в номинации «Социальная реклама». Эта реклама стала очень простым подтверждением того, что самоизоляция – это прежде всего возможности. Как хорошо, что ты дома. Как в прошлом году, так и в этом юные фотографы студии заняли призовые места в номинации «Бэкстейдж» и «Художественная фотография». Это были вторые места, а в этом году главной победой стало первое место в номинации «Художественная фотография». Фотонатюрморт поздним вечером был высоко оценен жюри фестиваля. Первое место в основной номинации занял фильм «Рисунок на холодильнике», в котором были показаны великие художники в детстве. И была сделана попытка убедить, что важно поддерживать в детях их увлечение, помогать и раскрывать их таланты. История с победами в Петербурге юных тележурналистов из Дворца Творчества обязательно найдет свое продолжение. Например, в организации собственного кинофестиваля, в котором бы смогли принять участие талантливые школьники со всей республики, а в жюри были бы приглашены казахстанские профессионалы своего дела. Это еще одна мечта, и она обязательно сбудется. А пока ребята из студии продолжают готовиться к покорению новых вершин. И от всей души благодарят взрослых, которые их поддерживают Андрея Павловича Лазарева, Галину Валентиновну Асташкину, Ирину Евгеньевну Дуленину и педагога студии Ирину Михайловну Шведунову. Благодарим за творческий полет и исполнение самых амбициозных планов. Субтитры создавал DimaTorzok